СПИРАЛЬ Ее лицо очень сильно изуродовано. Вы уверены, что хотите ее видеть? Да. Мы хотим видеть ее. Она наша дочь. На ее теле есть раны, но оно не повреждено. Однако, ее лицо в очень плохом состоянии. Она неузнаваема. Я видела. Это... Это очень тяжело принять. Вы можете ей сказать? Я говорю по-французски. Извините. Мы хотим ее видеть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуйте. Я ваш адвокат. Месье Халендер, вероятно, говорил вам. Спасибо, мадемуазель. Но я думаю, что нам больше не нужен адвокат. Французская полиция позаботится об этом. У полиции обычно нет времени. Вы детектив или адвокат? Я не могу гарантировать эффективность полиции. Для них вы всего лишь еще один случай. Я буду представлять вас. Но мы не можем платить вам. Месье Халендер позаботился об этом. Я занимаюсь делом другой вашей дочери. Софии? Полиция ищет ее. Нет, они просто внесли ее имя в список пропавших. И ждут, когда она появится, живой или мертвой. Я хочу помочь вам. Я не хочу вам лгать. Наша дочь умерла как проститутка. Она умерла как проститутка. Ее лицо изуродовано. Тело выброшено в мусорный контейнер. Но она не была проституткой. Наша дочь всегда вела свободный образ жизни. Но она никогда ничего не скрывала от нас. Вы встречались с руководителем научных работ нашей дочери? Он широко известный профессор. Нет. Вы с ним не встречались. Я полагаю, это сделала полиция. Нет, полиция тоже не встречалась. Он не встречался ни с кем, кроме меня и моей жены. Он нашел время поговорить с нами, несмотря на свою занятость. Но никто не задал вопросов ему. Мои клиенты недовольны продвижением расследования. Судья Рабан до сих пор еще не встретился с ними. А наша вторая дочь? София. Одна дочь исчезла, и полиция бездействует. Другая убита. И это как будто она была виновной. Присаживайтесь. Мы мало знаем о ее жизни во Франции. Она не все рассказывала нам. Не станете же вы все подряд рассказывать родителям. Мы очень тронуты, что вы пришли поговорить об Элине. Благодарите миссия Клема. Это была его идея. Если вы будете плакать, я ничего не расскажу. Да, да, да. Расскажите подробнее, пожалуйста. Она много рассказывала мне о вас. Это почти стало шуткой. Когда я делал ей комплимент, она говорила «Это у меня от мамы» или «Это у меня от папы». Это удерживало ее от того, чтобы уехать. Она не хотела быть далеко от вас. А София? Вы знали ее? Нет, я... Элина много рассказывала о ней, но возможности не представилась. Она говорила, что они вместе ходили в театр и музеи. Она была так молода. Садитесь, пожалуйста. Я не ожидала вас. Боюсь, что ничего не смогу сказать вам, помимо того, что вы уже знаете. Полиция подозревает одного румына в причастности к смертям ваших девочек. Его сейчас ищут. Подождите. Я никак не могу запомнить его имя. Это... это не важно. Мы просто приехали, чтобы оплатить ваши услуги. Поблагодарить. Я мало что сделала. Но вы пытались. Мы не знаем, сколько мы должны заплатить вам. Но это может подождать. Возьмите то, что мы должны вам. Возможно, этого недостаточно. Нет, и я уверена, что это слишком много. Я не знаю, каков будет мой гонорар, пока я не проверю свои записи. У меня даже нет вашего дела. Я обещаю, что отправлю вам счет, как только его подготовлю. Вы перешлете его в Румынию? Вы уезжаете? Наши девочки мертвы. Мы оставим вам номер телефона на случай, если вы продолжите дело. Конечно, я продолжу представлять вас. Подождите. Вот фотография. Она из полицейского досье. Это же Михай. Это он убил ее? Я не знаю. Мы думаем, что он был там, когда София умерла. Именно поэтому полиция разыскивает его. Он был нашим соседом, когда Элина была маленькой. И она знала его еще студентом. Они дружили? Нет. Они были знакомы. Вот и все. Что? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...